Считанные часы остаются до начала голосования на выборах 2021 года. Ровно в 8 часов утра в пятницу, 17 сентября, избирательные участки откроются по всей стране, в том числе 1172 в нашем регионе. В Верхней Волжье к главному политическому событию года все готово. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. На низком старте, примерно так можно описать состояние, в котором в четверг 16 сентября находятся члены избирательной комиссии Тверской области. 17 сентября в России начнется голосование сразу по нескольким кампаниям. Мы будем выбирать депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания региона и губернатора Тверской области. Кроме того, на территории Верхней Волжье проходит 18 кампаний по выборам местных депутатов. Всего на выборах всех уровней в Тверской области участвуют 932 кандидата, уважаемые коллеги. Мне кажется, вопрос сомнений конкуренции данной избирательной кампании, он вообще в принципе как бы цифрами уже опровергается. Главная особенность нынешнего голосования заключается в том, что оно будет трехдневным. Откроются избирательные участки утром в пятницу, а закончатся выборы только вечером в воскресенье 19 сентября. Избиратель может прийти на свой участок в любой из этих дней, а рассредоточенность голосующих во времени и пространстве делает нынешнее всенародное волеизъявление максимально безопасным с точки зрения эпидемиологической обстановки. Большое внимание санитарным эпидемиологическим требованиям будет уделяться в ходе голосования на всех участках. Ручка индивидуальна каждому, перчатки, конечно же, каждому, маска каждому. И плюс мы рекомендуем, конечно, наверное, это не очень удобно будет для избирателя, но это его право. Он может не передавать паспорт непосредственно в руки члену комиссии, может на расстоянии, которое позволяет считать его персональные данные, держать его в своих руках. Итак, придя на участок в один из трех дней голосования, жители Тверской области получат пять бюллетеней. В одном будет список кандидатов на выборах губернатора, в двух других — кандидаты по округам и списки партий на выборах депутатов в Государственную Думу. Еще два — для выборов кандидатов-одномандатников и по списочным — законодательное собрание Тверской области. Шестой бюллетень будут получать избиратели тех районов, где будут проходить выборы местных депутатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова